шалом дорогие друзья добрый вечер рада всех видеть меня зовут ханна кейла с кем и незнакомы немножечко бликует но ничего так конечно получше так я не увижу текст здравствуйте значит друзья мы сегодня с вами продолжаем заниматься по книге battle plans военные стратегии выглядит она вот так и сегодня мы с вами будем изучать военную стратегию номер 34 а также мы начинаем изучать параллельно новый раздел который называется вообще вся эта книга да вы знаете посвящена я царара борьбе со своим дурным началом или борьбе с какими-то своими внутренними деструктивными качествами которые нам не дают проявляться в этом мире с наилучшей стороны заставляют нас проявляться с какой-то не очень хорошей стороны теперь здесь в этой книге рабо ценцы пор и хеллер и сары хавит риглер есть несколько кластеров несколько разделов мы с вами друзья выучили уже два мы разобрали в больших деталях все что говорит по поводу я царара рам хали мораль и сегодня мы к вами с к вам к нам переходим к разделу короче говоря на тему того что говорят хасидские мудрецы что говорит хасидут на тему я царара и на тему того как бороться с темнотой вокруг всем шалом всем привет друзья минуту пожалуйста мы всех подождем желающих я параллельно сделаю репост к себе на страницу хана кейла радостно если получится и параллельно поблагодарю вас за все ваши лайки и репосты и потому что это все относится к распространению торы каждый раз когда вы мой чужой любое в любого другого преподавателя делаете репост какой-то лекции какого-то урока вы тем самым принимать участие в распространении торы потому что кто-нибудь случайно увидит у вас это на странице не дай бог заинтересуется станет изучать тору представляете какой исход какие заслуги с вашей стороны по имеются от этого вот а также пока мы всех ждем и пока я разбираюсь с техникой друзья вы можете написать в комментариях посвятить урок до что вы учите тору вы можете поделиться с худом заслугами которые пойдут от изучения торы тому например если вы знаете что кто-то сейчас болеет кому-то нужна помощь как например сейчас это сделаю я допустим да я знаю что сейчас вот несколько человек по крайней мере про которых я знаю находятся на этапе выздоровления без раташем это елизавета рифка лиза рифка бад браха без раташем что было скорее шерифу ашлема в числе всего народа израиля а также наталья бат надежда чтобы тоже было скорейшее полное выздоровление в числе всего народа израиля вы можете посвятить свое изучение туры да я посвящаю свое преподавание вы можете посвящить свое изучение тем кого вы знаете тем что вы кому вы знаете нужна какая-то дополнительные силы дополнительная помощь и поддержка опа так все хорошо все я готова начать надеюсь вы тоже готовы всем здоровья большое спасибо большое всем радостно анастасия вас тоже рада видеть и галина здравствуйте елена машикова всем шалом михаил яков здравствуйте виктор андрей шалом так хорошо поехали здравствуйте не на здравствуйте вся тема которую мы будем сегодня разбирать она связана с с нашей способностью видеть и на каком-то и своих недавних уроков я рассказывала что начиная с главы баллад хан продолжая в главой шлах мы не только евреи имеется ввиду а весь мир до который двиг движется по определенному циклу по определенной спирали мы постоянно так или иначе заходим в в какой-то цикл теперь что значит заходим в какой-то цикл вот история человечества она как некоторый круг до линии метро и и есть определенные станции этих станций как минимум 12 да мы знаем что у нас есть 12 месяцев их нет не случайно 12 теперь на каждой станции есть какая-то своя определенная сила какая-то своя определенная энергия и это отражено в наших недельных главах есть прямая связь почему мы какую-то недельную главу читаем именно в этом месяце теперь то что нам объясняли мы сейчас заехали с вами начиная с главы баллад ха шлах и дальше до самого месяца of включительно в такой период времени который называется исправление своего зрения и поэтому когда я готовила вам материал на сегодня было мне для меня очень приятно также осознать что весь сегодняшний урок который вот хасидские хасидские мудрецы мы сегодня затронем раби нахнам и раби нахмана и бал шентова все будет сегодня строиться вокруг темы зрения и вокруг темы способности человека видеть в темноте почему в темноте потому что хасидут рассматривает я церара не как врага скажем так физического условно да с которым мы сражаемся вот что мы можем сказать как мы обсуждали до мудрецы мусара допустим да вот рамхальта мораль окей внутрь человека как бы как объяснял рамхальный мораль как будто есть некоторые ну там две сущности до хорошая и плохая и есть некоторое противостояние между этими сущностями и все стратегии предыдущие 33 они были построены на том как одна как дать возможность своей лучшей сущности победить над своей более слабой сущностью хорошей я цертов победить над я церара хасидской точки зрения я церара представляется как тьма окей как темнота не как какая-то негативная сущность внутри нас а как что-то что нас окружает и поэтому раби цен хеллер приводит начинает объяснение этой темы с реального примера про одного про первого генерала израильской армии его звали микки маркус по его имени вы можете сделать вывод что он из америки будете правы микки это было его американское имя его еврейское имя давид давид маркус он был первым и на момент когда он был первым он был единственным генералом израильской армии он был американским евреем который получил образование в эст-пойнте и дослужился до звания полковника армии сша и во время второй мировой войны он служил на тихооке на тихоокеанском фронте и где еще на европе и в европе и в январе 48 1948 года когда арабские силы арабские войска готовились атаковать государство израиль которое должно было вот быть создана микки маркус вот этот давид маркус он вызвался помочь и превратить на тот момент существующую она называлась хагана это было как я не знаю как партизанское движение если можно так сказать превратить хагану в настоящую армию да не тривиальная задача значит он приехал на территорию израиля не совсем окончательно обозначенного израиля и вот стал первым генералом первым и единственным генералом и он разработал структуру управления и структуру контроля для израильской армии и руководил строительством альтернативной дороги которая прорвала осаду Иерусалима и с ним произошла история достаточно как это знаете нелепая смерть произошла история следующая что как-то раз вечером за 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 сколько тут часов написано за 6 часов до до подписания соглашения о прекращении огня это соглашение было подписано при посредничестве ООН генерал Маркус вышел за пределы периметра базы своей и в темноте еврейский часовой не распознал его как своего генерала не распознал его как своего командира и пристрелил его таким образом первый генерал израиля он не пал от рук вражеской армии не пал от рук не знаю арабов какого-то теракта или еще чего-то причина его смерти стала темнота недостаточная освещенность темнота все в темноте его подчиненный его вообще не узнал и дальше Раббеценхеллер сразу переходит на учение Раббинахмана из Бреслова и пишет он так что Яцарара это не столько злодейский образ сколько всепроникающая тьма и тьма нам мешает увидеть реальность заключающуюся в том что воля и мудрость Всевышнего наполняют этот мир от момента к моменту то есть абсолютно все с чем мы с вами сталкиваемся соприкасаемся то ли это люди то ли это события то ли это какой-то опыт который мы приобретаем да хотим мы этого или не хотим значит все это проявление Всевышнего в этом мире и в какой-то степени все мы с вами являемся еврейскими часовыми которые постоянно не распознают своего командира то есть не распознают своего управляющего не распознают того кто всем здесь вообще управляет и по слову кого здесь все происходит и в темноте мы не можем условно идентифицировать божественного командующего божественное вот это божественное присутствие которое и обеспечивает ход всего то есть мы в какой-то степени все как еврейский часовой и говорит Робин Ахман что все трагедии нашей жизни проистекают из этой неспособности видеть и в начале книги Ликутей Маран Робин Ахман ой виноградик на место Робин Ахман говорит что еврей должен всегда смотреть через разум и связывать себя с мудростью и разумом которые присутствуют во всем чтобы он мог просвещать себя сам и для того чтобы он мог приблизиться ко Всевышнему к Хакадошу через это ну как бы осознание через это просвещение потому что ум это великий свет который освещает все пути человека понятно то что мы с вами сейчас делаем это пытаемся настроить настройки своего ума то есть настройки своего внутреннего зрения таким образом чтобы нас было сложно обмануть для того чтобы мы могли видеть в темноте для того чтобы мы могли различать и понимать в любой момент самый неприятный и самый неподходящий и самый какой-то какой-то чтобы мы могли понимать что это за этим все равно стоит Всевышний как говорится допустим да вы приходите на какой-то маскарад где все в масках и дальше вы явно узнаете не знаю по походке или по костюму свою подругу вы подходите и говорите ага я знаю маска я тебя знаю ну все какой смысл дальше быть в маске маска снимается то же самое работает так же это работает со Всевышним что маска присутствует только когда есть как бы смысл прятаться но если вы говорите напрямую я знаю что это ты я знаю и можешь не можешь не не действовать через подставных лиц ты можешь не завуалировать так все как будто тебя нет я знаю что это ты то с этого момента лицо как бы Всевышнего ну открывается для нас и происходит вот эта ясность принятия ситуации происходит полностью по-другому начинают разворачиваться события и сравнивается это еще с тем как если вы находитесь в комнате в которой темно и в ней в этой комнате есть там диван стулья не знаю ковер там что-то что какие-то предметы но вы ничего не видите вы ходите обо все спотыкаетесь ну потому что темно и ничего не видно и ничего не понятно так вот когда вы зажете свет в комнате ведь ничего не изменится все предметы которые были на тех же местах они на тех же и останутся но вы перестанете спотыкаться почему какая разница разница лишь то что у вас появилось зрение вы стали видеть то же самое происходит в духовном ну в нашей жизни да когда мы включаем как бы свет условно и начинаем видеть мы начинаем меньше спотыкаться хорошо так вот вот этот термин включение света возьмите его себе в кавычки в учении Раби Нахмана обозначает осознание того что каждый человек объект и ситуация с которым вы сталкиваетесь являются проявлением воли и мудрости творца мудрости Всевышнего и вместо того чтобы видеть только какие-то внешние проявления которые мы часто на них фокусируемся какие-то люди нам не то сделали не додали не так себя повели обидели нас еще что-то наша задача видеть не палку которая нас бьет а руку которая держит эту палку и важно оценить как бы в этот момент что с вами сейчас взаимодействует Всевышний взаимодействует вот таким образом возможно для того чтобы вы себя смогли взять из этой ситуации на новый уровень скорее всего именно для этого но вы можете выбрать не идти на новый уровень остаться на том уровне на котором вы есть я не понимаю что со мной происходит зачем это происходит все плохо я всех ненавижу я буду всем мстить я буду про всех плохое говорить я буду сопротивляться ситуации то есть вот так либо есть некоторое принятие понимать того что дорогой Всевышний я понимаю что этот человек для меня это тест и дай мне пожалуйста сил просто пройти этот тест достоинством и выйти на следующий уровень увидеть тебя увидеть что я с этим человеком мог бы не встретиться не соприкоснуться или этот человек мог бы по-другому проявиться по отношению ко мне но проявился именно так я понимаю что ничегошеньки в этом мире не может произойти против меня если не будет на это там твоей воли поэтому окей я с достоинством сейчас воспрямую эту ситуацию говорит болшентов что акадош баруху то есть Всевышний который управляет этим миром именно он определяет сколько раз опавший лист повернется на ветру прежде чем остановится что это обозначает обозначает что все что с нами происходит является результатом воли Всевышнего значит он так хочет и это не убирает свободу выбора человека потому что некоторые люди не понимают как связать как может быть что с одной стороны Всевышний все решает сколько листик повернется в воздухе с другой стороны где то есть человеческий выбор где мы сами что-то решаем и определяем как это как это связано ну например допустим есть какой-нибудь вор карманник который не знаю ворует кошельки сворует он у вас и кошелек или нет будет зависеть от того на роша шана когда было установлено сколько денег вы получите в этом мире а сколько потеряете вот зависит от того как бы установлена допустим что вы там потеряете 200 рублей и дальше предлагаются разные варианты тому кто вор карманник предлагается выбор в жизни украсть либо не украсть он становится перед выбором потому что если он не украдет Всевышний все равно у вас изымет эти 200 рублей но другим способом поэтому вот ну как бы вот так вот так вот это работает у вора есть выбор украсть или нет однако если он выберет в сторону украсть то он украдет у вас потому что вам было положено в роша шана чтобы у вас украли однако не лишен вор свободы выбора вы можете решить лишиться этих 200 рублей через не знаю поломалась машина поломался кран не знаю на таблетки надо вакцинацию сделать я не знаю в общем понимаете да какая-то какая-то по-другому эта трата все равно бы пришла теперь ну здесь дальше приводится пример окей да как если вы как если вы едете на какую-то встречу и вам нужно быть там ровно в 10 и дальше вы заранее вроде бы вы рано встали и вы рано вышли но дальше на вашем пути начинают появляться одни вторые и третьи обстоятельства и ваш сосед заблокировал вашу машину и вы ему звоните и он не берет трубку и вы бежите к нему и уже вы опаздываете и он оказывается спит и вы его будете и он начинает собираться и роняет ключи не знаю в водосточную яму пока выходит из дому в какую-нибудь в канализацию и вы выходите вообще уже полностью из себя и что делать непонятно и вы берете такси и вы опаздываете на встречу теперь конечно сосед не прав тем что он вас заблокировал однако не это не в этом состоит суть упражнения суть упражнения в том чтобы вы первое поняли что от вас было усилие но результат не от вас результат от всевышнего вовремя вы попадете на встречу или нет это уже не от вас зависит что тот человек который вот оказался с вами в ситуации говорит мидраж такую фразу о том что у всевышнего много медведей и много львов что это обозначает у него много подставных лиц скажем так людей или чего угодно даже объектов дерево может упасть посередине дороги через которые он действует для того чтобы запускать разные механизмы в том числе механизмы внутри нас где мы можем оценить на какой ступеньке своего духовного развития мы сейчас находимся как мы реагируем на ситуацию когда все идет не по нашему плану друзья я например в таких ситуациях нахожусь постоянно когда вот мне кажется что все должно идти вроде бы уже все подготовлено к тому чтобы все шло одним путем а все идет каким-нибудь другим путем и можно начать злиться на людей вокруг они все не дорабатывают они все не доделывают поэтому у меня проблемы или там кого-нибудь еще кто мне там дорог проблемы и потом я позвоню раву и скажу да что ж такое почему никого ничего не волнует и никого ничего не заботит и как это так и и вообще да что ж это такое куда мир катится и мой рав скажет мне какую-нибудь одну фразу например они заботятся и повесит трубку и это будет означать что пришел момент мне поменять угол через который я вообще смотрю на всю эту ситуацию он мне сказал это вполне реально так и было все шло не так как мне казалось и мне казалось что все виноваты в том что оно все идет не так один второй кто-то заболел кто-то не перезвонил кто-то не ответил на звонок кто-то не дописал сообщение кто-то не дошло то не что-то затянулось еще что-то затянулось кто-то в чем-то не разобрался и мне казалось о боже я существую внутри круга людей, которые вообще не в ладах с собой, и как это так, и все, я звоню Раву и говорю, да что это такое, что это за евреи такие, одна я Робин Гуд, а все остальные, значит, все остальные недорабатывают, реально, ответ моего Рава состоял из двух слов, они заботливые, они внимательные, до свидания, Аня, живи с этим, теперь меняй свой угол, под которым ты смотришь, почему это все происходит, и, короче, все, там даже не нужно было никаких других комментариев, и вы знаете, друзья, я сразу успокоилась, как-то легче дышать стало, поэтому вот и вам я тоже рекомендую этот метод, и вот мы считаем, что это именно то, о чем говорит Рабин Ахман, допустим, пишет так, что как только вы представите Всевышнего как истинную причину, все человеческие преступники перестанут выглядеть как монстры, и ваш яд исчезнет, включение света, вот это вот, да, ну, действие, которое, которое мы сегодня с вами разучиваем, да, включение света, у нас сегодня тренинг по включению света, заставляет все, абсолютно все, что мы видим, выглядеть по-другому, такой, это подход в иудаизме, который называется Мидас Хаэмэс, то есть качество истины, окей, качество истины, это когда вы в состоянии видеть истину того, что происходит, то есть видеть за пределами лишь физически, что наша сетчатка глаза, не знаю, воспринимает, видеть вглубь, видеть дирижирование, да, всего, что происходит самим Всевышним, и более того, все это еще и происходит для нашего блага в любом случае, то, что даже мы воспринимаем, как нас там топят, на самом деле, вообще тоже это не так, на самом деле, все для нашего блага. Написано, что наш патриарх, про отец, ну, патриархи и матриархи, да, понимаем, то есть про матери и про отцы, про отец Яков, это была как раз Мидас Хаэмэс, это как раз были его качества истины, он так и называется, он олицетворяется всегда сферой Тифер, истиной. Значит, в описании жизни Якова в Торе говорится о том, что он приобрел статус первенца, первенца можете взять в кавычки, и получил сопутствующее благословение, вы помните, что он выкупил как бы первородство у Эйсава. Раби Нахман объясняет, что первенец в кавычках обозначает видеть вещи так, как если бы они происходили впервые, правильно, всё идёт по плану, только не по-нашему. Да, Елена, это точно. Вот, значит, первенец означает видеть вещи так, как если бы они были впервые. И даже когда Якова Вину смотрел на какие-то вещи в тысячный раз, он видел это как что-то новое, и такое видение требует от нас как бы способности видеть вещи, как будто бы они были созданы заново, прямо сейчас, и существует вот так вот перед нами. И это обозначает принятие того, что каждый человек, вещь или опыт, это уникальное проявление воли Всевышнего в конкретный данный момент, в сейчас. Я сейчас здесь сижу, потому что он так хочет. Могло быть что угодно, я бы тут не сидела. Я сижу там в этом платье с этой книгой, вот так, тут виноград, тут вот бутылочка с водой. Всё сейчас происходит. Казалось бы, я могу сказать, да, очередной урок, очередной виноград. Сижу, говорю. Да, значит, в этом нет никаких качеств истины. Качество истины – это когда я способна посмотреть на то, что сейчас происходит, как будто это всё реально как в первый раз, и это некоторый уникальный момент. И я в этом уникальном моменте делаю лучшее из того, что я могла бы делать, да. И вот вы точно так же должны относиться ко всему, что происходит с вами. И есть люди, которые не смотрят на закаты, потому что они их уже 300 раз видели, потому что это очередной закат. И есть люди, которые едут отдыхать, не знаю, куда-нибудь там в Швейцарию или ещё куда-нибудь. И кто-нибудь там восхищается, вау, какая красота, как вообще, вообще, какая там природа. Ну, а как они, допустим, поехали с мамой или с папой в возрасте уже. А для них это очередная природа, очередное озеро. Так вот, вот это вот качество, которое смотреть на всё как первенец, да, то есть глазами человека, который всё видит впервые. Вот это качество такого новизны всего, оно будет вырабатывать в нас ощущение присутствия Всевышнего постоянно и влияние его на все моменты, которые с нами происходят, и его непосредственного, ну вот, участия во всём. Здесь приводится ещё, окей, пример, но я думаю, что мы сейчас его, да, перескочим. Возможно, вы слышали про такого рава, которого зовут Рав Шалум Аруш. Он достаточно известный раввин, он рожь Ешива, то есть глава Ешивы Хута Шальхесед. И в этой Ешиве, у него, кстати, его книги переведены на русский, они просто бомбезные. Кто не читал ещё, друзья, Шалум Аруша Рава, пожалуйста, найдите его книги, почитайте, вы получите огромное удовольствие, особенно Сады Муны, Сад Веры. Просто это настолько книги, которые у вас будет ощущение, что он лично к вам обращается, лично к вам пишет, и он живёт в Иерусалиме, этот рав. И у него, он, в общем, по сути, он болтшува, несмотря на то, он как-то давал интервью в журнале, в израильском журнале, на иврите было интервью, в журнале Шаатова, и его попросили как бы описать его личное путешествие, потому что он работает с болтшувами, то есть, да, те, кто хазарбатшувак, вернулись к тшуве. И в этой, кстати, ешиве, в которой он преподает, постоянно проводится параллель между тхиатом и тим, то есть восстанием из мёртвых и болтшувами, те, кто вернулись к Торе. Почему? Потому что, ну, ты как бы из мёртвых вернулся, ты вообще не жил, по сути, потому что ты не видел и не понимал, что с тобой происходит. И ты как бы заново начинаешь жить, когда ты, ну, возвращаешься к Торе и начинаешь хоть немного вообще прозревать и понимать, кто ты, в чём твоя, оказывается, здесь миссия состоит, зачем тебя сюда прислали, что ты должен делать в каком-то конце концов. И вот, в общем, у него спрашивали, какой у него путь, потому что он тоже болтшува, да, этот большой раф. Вы бы его сейчас видели с такими пейсами, там есть такой очень уважаемый человек здесь. Он говорил, что он вообще вырос в традиционной такой марокканской семье. К тому времени, как он пошёл в среднюю школу, он очень активно повзаимодействовал уже с внешней средой, отпустил волосы, кучеряшки подлиннее, там, не знаю, джинсы опустил пониже и пошёл в армию. И его взяли в очень престижные войска, в ВВС его, короче говоря, взяли. И после окончания службы он оказался в университете и с такими же кудрями до плечей, и такой же он, в общем, был, соответствующий у него был образ жизни, светский, естественно. И дальше ему задают вопрос так, а что вас перевернуло, что вас вернуло обратно к Тшуве? И он рассказал, что когда он был в университете, он получил письмо, телеграмму из армии, в которой говорилось, что трое его приятелей были убиты в результате вертолётной операции. И дальше в этом письме они предоставили подробную информацию, когда будут похороны, что будет происходить. И похороны были с расстоянием в час, для того, чтобы это вообще не выглядело, как будто всё одно и то же. Ну, сделали какой-то, в общем, зазор, чтобы каждого, ну, отдельно родственники, понятно, да, в общем, похороны были каждый час. И Раваруш пишет о том, что я вообще-то не сильно переживал, но пошёл на похороны с уважением к своим друзьям. И дальше был час в промежутке, и в первый промежуток мы с друзьями, ну, тоже со служивцами, с которыми встретились там, в первый промежуток мы поехали в Тель-Авив в ресторане пообедать и сидели, обсуждали, естественно, только, ну, себя, свою жизнь, свои дела обсуждали. Потом мы вернулись на вторые похороны, было скучно, так он пишет в интервью. Потом мы поехали, потом был второй перерыв, и пишет, я тогда искусством увлекался, и я думал, что же мне ещё час делать. Поеду в Яфу, там, выставка какая-то была художественная, посмотрю на картины. И он поехал, и потом он вернулся на третий похорон, было снова скучно, и он там стоял, уже не знал, что делать, ну, надо вроде как постоять. В общем, когда он вернулся домой и лёг спать, он обнаружил, что он не может заснуть, у него в голове крутятся вопросы. Вопросы какого плана, которые, возможно, периодически возникают у всех у нас, что неужели это всё? Ну, вот всё, вот отыграли похорон и конец. Неужели это всё, зачем мы здесь вообще есть? В чём суть? Зачем было приходить сюда, чтобы умереть, не знаю, там, в вертолётной какой-то катастрофе или что? В чём суть происходящего? Что всё заканчивается, естественно, на кладбище, а для чего на самом деле всё было, и какая моя роль? В общем, начинал задавать вопросы. И пока он задавал эти вопросы, он начал говорить со Всевышним, прося у него ясности, понять, зачем это всё. И он молился как бы своими словами, просто для того, чтобы, ну, как-то успокоиться. Чтобы Всевышний дал ему ответ и как-то, не знаю, показал, вот, что он присутствует в этом мире, присутствует в этой жизни, что всё происходит с его, как бы, по его какому-то, ну, плану, немножко прикоснуться к этому плану. То есть он стал молиться. Дальше, кстати, говорится интересная вещь о том, что есть принцип, я хочу вас научить этому принципу. И, может, вы научите этому принципу тех, кого знаете вы. Принцип следующий, что в духовных вещах мы получаем то, что хотим, а в физических вещах материальных мы получаем то, что, как знает Всевышний, нам полезно. Окей? Поэтому, когда мы просим о чём-то духовном, скорее всего, мы это и получим. Если мы просим близости со Всевышним, мы просим ясности, если мы просим терпения для того, чтобы у нас получались митцводы, там, лучше. Если мы просим условия, да, работу, которая бы нам позволила соблюдать шаббат. Там, не знаю, работу или коллектив, который бы нам там, условия, которые бы позволили соблюдать кашрут. Или зарплату, которая бы позволила соблюдать кашрут. Потому что не секрет, что это подороже будет немного. Если мы просим работу или какую-то деятельность, занятость, чтобы мы могли соблюдать еврейские праздники. Всевышний это слышит прямо, четко. Там не будет отсрочки. Вы только начнете это просить говорить, обстоятельства начнут складываться. Если вы хотите какого-то духовного роста, и вы начинаете об этом просить, если вы хотите супруга или супругу, которая находится на определенном духовном уровне, и вам не нужно будет уже их раскачивать или тянуть за собой, или как-то натягивать, чтобы вы как-то склеились. Если вы хотите сразу человека, который уже прошел какой-то духовный путь и может вам даже помочь, да, служить для вас трамплином на какую-то новую духовную высоту, на эти просьбы Всевышний отвечает именно так, как вы и хотите. Но когда мы просим что-то материальное, я хочу дом, я хочу машину, я хочу похудеть на 20 килограмм или поправиться на 20 килограмм, я хочу пресс накачанный, а я хочу пресс денег накачанный, а я хочу еще что-то. Всевышний начинает смотреть, как если это для вас будет хорошо, как если ваш киелим, как если ваш сосуд выдержит то, что вы хотите. Если вы хотите много денег, как если это не повредит вам и не даст вам испытания, через которые вы не сможете пройти. Если вы станете очень красивая, и на вас все начнут обращать внимание, и вам начнут все предлагать в этой жизни, да, начнут вас баловать и начнут вас там всячески окучивать, насколько вы можете это выдержать. Либо вам лучше для вашей души оставаться так, как есть, и не хотеть каких-то там, не знаю, какой-то такой внешности, чтобы все падали в обморок, когда вы заходите. В общем, это касается всего. В физическом плане Всевышний будет смотреть, как если то, что мы хотим, нам действительно нужно, в духовном мы получаем то, что хотим. Поэтому юный Шалом Аруш тогда получил, он хотел увидеть проявление Всевышнего в этом мире, и ему дали это осознание, и он стал Рошь-Яшивой. И автором многих, очень многих книг, загуглите его, вы увидите на русском потрясающие книги его. И он по сей день оказывает очень большое влияние на многих евреев по всему миру. Он такой интернационально известный раб. Теперь здесь перечисляется, что видеть Всевышнего, что это обозначает? Это обозначает видеть его в лице новорожденного, в цветущем дереве, в дожде, который идет в тот день, когда вы взяли отгул или отпуск, потому что планировали прогулку. Это тоже Всевышний. В телефонном звонке, который вас разбудил ночью, потому что кто-то перепутал там временную зону, или потому что кому-то не спалось. Тоже в полицейском, который вам выписал какой-нибудь штраф. Тоже в какой-то шумной вечеринке, но не у вас, а у соседа. Пожалуйста, это все нужно стараться видеть Всевышнего по всем. Это сейчас очень сложно. Однако в аромате цветов, ростом, жасмина, в каком-то приятном запахе. В этом есть Всевышний. Это все могло не пахнуть никак. Как, например, в Израиле многие цветы не пахнут никак, как вы знаете. Поэтому если вы живете там, где цветы пахнут, цените это, друзья. Когда-нибудь это может закончиться, когда вы сделаете алию. Когда разбивается дорогая хрустальная ваза или теряется какой-то предмет, видеть в этом Всевышнего. Когда вам звонит ваша свекровь, чтобы дать советы по воспитанию вашего ребенка обязательно, видеть в этом Всевышнего. Когда идет крушение фондового рынка, видеть в этом Всевышнего. И все-все-все-все остальное. Итак, стратегия номер 34 звучит как «настраиваем прибор ночного видения». Окей? Написано так, что «Истина в том, что почти невозможно включить свет в кавычках, чтобы выяснить присутствие Всевышнего в этом мире, потому что физический мир, его определение — это сокрытость. На иврите «олам» происходит от слова, обозначающее сокрытие, скрытие. Поэтому миры, о которых мы говорим, даже те, которые выше, чем наш мир, выше, чем мир Россия, это все равно, все, что обозначает слово «мир», это там, где есть сокрытие. И Всевышний намеренно скрыл свое присутствие в этом мире. И если мы определяем присутствие Всевышнего как свет, тогда мы должны смириться с реальностью того, что мы живем в мире тьмы. Однако у нас есть технология, технология ночного видения, духовного ночного видения. У нас уже есть и не духовного, и физического. Я приведу ее в пример для того, чтобы было понятно, что делать с духовным. Прибор ночного видения. Их впервые разработали для военных. Позволяют солдатам вести наблюдения, обнаруживать врага в самых темных условиях. Вот так-то. С помощью этих приборов можно увидеть человека, стоящего на расстоянии более 200 метров, в безлунную, туманную ночь пасмурную. И работают эти приборы с помощью процесса, который называется улучшение изображения, в кавычках. Этот процесс работает с коротковолной инфракрасной визуализацией. Инфракрасные лучи — это световые лучи, невидимые для человека, как вы знаете. И такие, короче говоря, бинокли. Они собирают все возможные инфракрасные лучи, которые есть от звездного света, от еще чего-то, чего человеческий глаз не воспринимает, и усиливают их максимально. То есть все, от чего может отразиться хоть как-то свет, значит, этот прибор собирает, усиливает его до такой степени, чтобы за изображением можно было наблюдать. И ключевым компонентом вот этой всей системы является трубка усиления изображения. Так вот в нашей борьбе с Ецарара тьмы, то есть когда мы не видим или отказываемся видеть, или забываем видеть, что тоже часто происходит. Мы знаем, что мы должны видеть, но как бы забываем, что мы должны видеть. Нам нужно развивать в себе вот эту вот способность, ой, вот эту способность и вот эту вот возможность видеть в темноте, как бы отыскать внутри своей души вот эту вот трубку, которая подсветит и усилит даже малейшие проблески, отблески света. Окей? У нас есть Тейлим, который мы читаем по шабатам. 92-й, там, где говорится про эмунат хабалейлас, то есть про вера в ночи. Что значит вера в ночи? Это вера, когда неявно видно присутствие Всевышнего, когда всё вокруг темно. Но есть также фраза, и во многих еврейских домах она просто оформлена как картина или оформлена как какая-то декоративная штучка. И всегда написано, что «эйн од мильвадо». «Эйн од мильвадо» – нет ничего, кроме Всевышнего. Друзья, заведите себе такую табличку дома, заведите себе «эйн од мильвадо» картинку или распечатайте, или купите себе, чтобы у вас было дома напоминание о том, что всё, 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 всё – это всё равно от Всевышнего. И когда вы столкнётесь с любым человеком, со злостным полицейским или наоборот с каким-то воришкой, мошенником, с каким-нибудь предметом, с разбитой хрустальной вазой, со спущенным, не знаю, колесом, с увольнением с работы, с какой-то ситуацией, крах фондового рынка или прочее, наше нормальное зрение будет видеть только поверхностный вид, то есть будет видеть только фасад. Но нам нужно дотянуться до своего духовного зрения, потому что это точка, в которой мы будем способны победить яцерара. Яцерара не может существовать, когда светло. Яцерара существует только в темноте. Только в темноте. Но как только мы эту темноту разгоняем, разводим, начинаем видеть сквозь эту темноту, как с помощью прибора ночного видения, и церара исчезает, всё становится на своих местах. Мы успокаиваемся, приходит ясность, мы понимаем, что есть план Всевышнего. Есть план Всевышнего, у Него есть план относительно нас. С нами что-то происходит, потому что это происходит по Его плану, развитие нашей души в этом мире. Наша задача – помогать ему, любить его в ответ, посылать ему лучи любви и добра из самого низшего, но самого интереснейшего из миров мира Алла-Мазе, где мы с вами находимся. Друзья, всем прекрасного вечера. Мы с вами хорошо поучились, и теперь нужно хорошо поддыхать. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok